Народ, всем привет! История этого видео такая. Мы уже записывали курсы на лоу-блоге по основам программирования, где в качестве языка использовали Python. И это было не просто так. Мы действительно считаем, что этот язык очень легкий для освоения. Но он также мощный и гибкий. Поэтому мы решили сделать это видео так, как если бы мы сами решили сейчас с нуля изучать Python и сделали для вас подборку различных курсов, с которых мы рекомендуем начать. Цель данного видео — максимально сэкономить ваше время на самостоятельные поиски материалов для изучения Python. Если вы хотите получить всю пользу даже не смотря ролик дальше, то просто переходите по ссылкам ниже, здесь, прямо здесь в описании. Есть кратко, текстово и ссылочно весь материал, который мы дальше с Колей будем рассматривать, беседовать и обсуждать. Если же вам интересно узнать наши личные впечатления и более глубоко погрузиться в предлагаемый материал, то смотрите видео дальше, мы будем болтать и делиться впечатлениями. Чем еще хорош Python? На нем можно программировать не только веб-сайты, но и телеграм-ботов, нейронные сети, машинное обучение и многое другое. Следующее — это то, что это отличный вариант второго языка программирования. Ну и последний довод — то, что он входит в топ-5 языков программирования для коммерческой разработки. Ребят, первое, что мы посмотрим, это два курса на Курсере, а точнее даже один курс состоит из четырех курсов, так что итого пять. Фишка в том, что на Курсере вы найдете возможность смотреть курсы бесплатно в течение целых семи дней. Это, мне кажется, отличная возможность. Кажется, Коль, мы бы и за два дня их посмотрели. Особенно, если ты можешь взять, воспользоваться сервисом моментальный e-mail и каждые семь дней продолжать. Да. На самом деле, тут есть такая фишка, что вам придется ввести все-таки свой номер банковской карты, и они проверяют по привязанной карте. Возможно, надо еще моментальный выпуск дополнительных банковских карт прокрутить. Итак, я подключил эту бесплатную подписку и начал смотреть два направления. По Python здесь, конечно же, на Курсере есть целая куча всего, в том числе, естественно, англоязычных курсов. Но я выбрал именно русскоязычные в данном случае. И первое – это от высшей школы экономики, но у них есть факультет по компьютерным наукам. Да, как это ни странно, это универ экономики делает качественные курсы по Python. Надо сказать, что у него неплохой рейтинг от 4,7, оценок 776, 168 рецензий. То есть это на самом деле дофига. Вот, давайте смотреть. Что мне понравилось на Курсере? В принципе, все. Это один, наверное, из лучших сервисов по просмотру курсов. Здесь к нашему вниманию предоставляется 9 недель обучения. Каждая неделя обучения состоит из набора уроков. И здесь вы смотрите, например, видео, выполняете какие-то задания. Появляется зеленая галочка. Посмотрели, прошли, идете дальше. И материалы еще дополнительные. Соответственно, реально очень удобно. Видео сделаны неплохо. Все это дело еще прикольно смотрится из телефона. Я на самом деле попробовал, пока ехал на днях на метро, позалипать из телефона. Попробовал. Все достаточно удобно. Конечно же, когда ничего не лагает, все клево. Единственное, когда ты доходишь до части, где нужно уже писать код, это с телефона, конечно, ты не сделаешь. Ну, практически не сделаешь. Очень запарно. Там нужно подгружать файл на проверку. Я не знаю, я даже не стал пытаться. Там прям написано, что типа, слушай, лучше заходи с компьютера и делай это на компьютере. А помнишь, кстати, когда мы были молодые горящие программисты в молодости, мы даже скачивали, короче, приложения на телефон и планшеты. Было популярно тогда очень много приложений по программированию. Да, я помню. И ты типа, что как? Писать код прямо? Писать код прямо в приложении, да. Возможность такая есть. Не очень удобно. Здесь это практически невыполнимо. Короче, приятный чувак. Мне понравилось его смотреть нормально. Ну, короче, я планирую продолжить просмотр этого курса до самого конца. И, не знаю, может быть, потом поделюсь с ребятами, что как впечатление. Можно поставить лайк или дизлайк. Вообще, я честно поставил лайк. Вот. По качеству, говорю, это реально годный отобранный курс. То есть, есть гораздо-гораздо хуже. Вот. Это первый. Второе, что есть на Курсере, это специализация программирования на Python. Соответственно, от трех компаний. Московский физико-технический институт, Mail.ru Group и фонд развития онлайн-образования. Все, выговорил. Три компании скинулись, видимо, ресурсами и замутили такой курс. И здесь, на самом деле, целых четыре курса. Вот. Соответственно, я первый начал смотреть. Опять же, хочу сказать, что сделано все достойно. Ну, приятно смотрится. То есть, короче, я получил положительные впечатления от начала изучения этого курса. Опять повторюсь, что отобраны они из десятков других. Это действительно то, что имеет смысл смотреть и пробовать. Интересно, да, что так прям можно по оценке увидеть на целый балл ниже. Интересно, почему вот все примерно ровненько. Один, то есть, кто не понимает, специализация, это типа как на ускуле профессия. Тоже несколько курсов в одном. То есть, который ты проходишь друг за другом. На курсы заставляешь заявку. Кстати говоря, в рамках семи дневной халявы ты не можешь на все-все-все курсы пойти. То есть, не получится пойти типа на все курсы, все скачать и потом смотреть. Тут есть ограничения, потому что я вчера еще на какие-то курсы залазил, мне уже говорят, слушай, пора денежку заносить. Слишком многое учишь. Что тут можно сказать, что разные преподаватели, возможно, какой-то препод зашел, какой-то не зашел, поэтому возможно от этого рейтинг. Ну вот, сам посмотри, довольно забавный чувак тут ведет. Вот, я не знаю, может быть, кому-то он не понравился. Сразу хочется сказать, что вот качество наших видеокурсов получше, в плане как снимок, как вырезанное. Слушай, да. Контент, наверное, хороший. Мне не понравилось, что это сделано на хромакее с белым фоном. Мне это воспитывает один чувак, хорошо другого. Короче, мне не понравилось, что это хромакее, что так обрезано, но если посмотришь на предыдущем курсе, который мне зашел, который вот почему я и решил. Там аккуратно сделано, да. Прикольно сделано, короче, интеграция как бы человек и экран. Сейчас покажу, попробуем что-нибудь посмотреть. Опять возвращаемся на первую неделю. Кручим, кручим. Я уже узнаю по фоткам преподавателей. Вот этот парень. Очень запознающийся. Слушай, нет, все-таки мне кидает все время на этот же курс. Пока не посмотришь, и тебе не понравятся наши преподаватели, а другой... Ладно, то есть прикольно интеграция, именно что слева человек, справа консоль, где выполняются все команды, и она на белом фоне, и получается очень даже гармонично смотрится, поэтому действительно зачет. То есть оба курса могу рекомендовать. Ребят, если вы на Курсере еще что-то годное именно по Python, но знаете, смотрели или найдете, то, пожалуйста, в комментариях допишите. Будет интересно посмотреть, и может быть мы изменим, короче, рейтинг курсов по Python на Курсере. Но вот эти курсы оба входят в топ. Следующее мы рассмотрим, это YouTube курс. Он открытый. И что самое интересное? Вот мы с Димой уже заметили, как, наверное, года два пошла популярность. Она тоже с запада пошла. Начали выкладывать курсы прям нон-стопом. Огромные вот такие по 4-6 часов. Вот это один из них. То есть в целом кому-то это заходит. И видно по количеству просмотров. Кому-то заходит. Это тут вообще... Очень неплохо. Очень хорошо. Хотя, кстати, канал, посмотри, в соотношении вот тоже FreeCodeCamp. Еще больше подписчиков, чем у нас. Просмотров тоже. Ну, относительно подписчиков просмотров не так много. Ну, что хочется сказать. Здесь классно, что есть разделители тем. То есть вот он пишет прям на весь экран. Если начинаем новую, там, начинаем создавать. И здесь, по-моему, очень хороший тайминг сделан. Да, да. Если не ошибаюсь. Давай позаценим. Вот, все четенько можно пролиснуть. Это прям красота. Короче, вот из открытых курсов в таком доступе это реально достойно. Еще мне очень понравилось, что чувак все прям продумал до мелочей. В плане экран. Очень большой шрифт сделал на всех устройствах. Здесь, конечно, он мог бы вообще вам на весь экран расшарить. Но даже, по-моему, прикольно получилось, что на фоне горы и он здесь внизу. Такой, типа, великан на горах-то. Короче, приятно смотреть. И вот особенно, вот, когда он сам уже код открывает, очень все крупно, все приблизил, все продумал. Ну и прикольно, что не скучно смотреть, так как он еще все-таки, как нормальный человек, жестикулирует, его видно. И он иногда паузы делает, и что-то поясняет, рассказывает. Вообще, сохранять лицо 3 часа 45 минут, мне кажется. Это сильно. Я, если бы снимал, я уже через 2 часа бы сидел такой. Ну, скорее всего, все-таки это, наверное, за несколько заходов потом смонтировано. Но если это он с топом сделал, он вообще красавчик. Ты что, закинулся энергетикам и понеслась? Под конец уже синие круги под глазами, слезы тянуть. Я же не могу. Можно полистать. Давайте полистаем. Через 4 часа он изменился в лице. Да, видно, менее грустно. Он подбрился, по-моему, и подстригся. Возможно, все это монтировалось несколько недель. Вот. Ну, в общем, достойная вещь. Посмотрите. Я думаю, за вечер вы это не осилите. Но если у кого-то бессонная ночь, то, возможно, это, кстати, способ изучить питон за ночь. Да, это очень крутой челлендж, крутой вызов, я считаю. И действительно, ребят, если кто-то из вас осилит это целиком, напишитесь ваше впечатление. Мне также было бы интересно узнать, как вам именно такой формат. Потому что это, на мой взгляд, это уже тренд 2019 года. Потому что прям роликов по 6 часов. Все больше и больше. Которые сейчас мы еще обозрим чуть попозже. Их становится все больше. Это все 2019 года. Действительно, хочется понять, как людям удобнее смотреть курсы. Потому что, например, на лобблоге мы все режем на кусочки. Да, и мы всегда думали, что это лучший способ. А вот видите, это совершенно противоположная вещь. Вообще нон-стопом. Отпишитесь, как вам больше нравится. Распринимать информацию. Да, и надо сказать также, что это именно курс по Django. Это фреймворк для Пайтона. Поэтому обязательно вам придется наверняка изучать его, если вы начнете работать с Пайтоном. Поэтому добавляйте себе в закладки, подписывайтесь на FreeCodeCamp. Кстати, на FreeCodeCamp, если вам будет интересно, у них еще есть как раз-таки огромный курс тоже по Пайтону. От другого чувака. Я думал даже добавить в нашу подборку, но не стал. Потому что он чуть более старый, но там тоже качественно круто сделано. Прикольные ребята. Подписки вполне себе достойные. В общем, Django, ребята, если не знаете, это как вот PHP Laravel топчик, то Django такой же топчик в Пайтоне. Поэтому смотрим. Следующий сервис онлайн-курсов – это Stepik. Вообще, сразу хочу сказать отдельно про Stepik. Как-то респект им. Мы в свое время с Колей даже, по-моему, брали интервью нового блога одного из основателей. Вот даже не помню, основатель или нет, но он точно работал там. А он до сих пор там работает. Артем. Артем, по-моему, его зовут. Если это Артем, то Артем, привет, потому что ВКонтакте у меня есть знакомых, я смотрел на него, ну, до сих пор у него стоит место работы в Stepik, думал даже с ним связаться. Короче, у меня, знаешь, один из главных вопросов был, как они монетизируются. Потому что, блин, у них, они не просили меня ни карту банковскую ввести, что удивительно, потому что на всех онлайн-сервисах, площадках для курсов англоязычных, которые даже ты мне кидал, там везде регешься, тебя сразу просят банковскую карту ввести, это дико бесит, потому что потом даже, чтобы отписаться от бесплатного перевода, тебе надо заходить, искать, и это неприятно. Здесь от меня не просили ничего. Здесь ты сразу учишься, сразу курсы, причем реально курсы крутые, годные, и я таки докопался вчера до их монетизации, у них, они предлагают свою платформу использовать тем, кто хочет уже делать платные онлайн-курсы. Это прикольно. Зарабатывают, да, на других. Да, зарабатывают. Более того, они говорят, что их платформа пользуется как раз-таки даже на других платформах англоязычных. Я не понял, как это все замешано, но прикольно. То есть, короче, чуваки, вообще им респект, классно. У них все сделано, как я считаю, на уровне Курсера и не хуже, причем это отечественный продукт. Я как раз-таки на телефоне проходил их курс тоже. Очень удобно. Ты смотришь видео, тут же проходишь тесты, закрепляешь материал, можешь начать на ноутбуке, продолжить на телефоне. Сам по себе курс, вот этот, он получается полностью бесплатный и он годный. То есть, он ничем не хуже того, что я видел на Курсере. По крайней мере, по первым впечатлениям. Мне тоже степик понравился. Я как раз недавно тоже их смотрел. Давно не заходил и посмотрел, решил разобрать, что изменилось. Изменилось очень много. Начиная от дизайна, интерфейса. И очень приятно, что все быстро работает. Прям видно, они запарились над легкостью, над оптимизацией. Возможно, они просто выпилили все лишнее, но все очень легко и быстро запускается. Это приятно. Слушай, все так же круто работает и на телефоне, и на компьютере. Здесь правдивые лайки и дизлайки. Если на Курсере мы можем просто лайкнуть, я не понял, куда это вообще уводится, то здесь ты сразу видишь, годный был урок или нет. Ну, вообще в целом похоже. Так же на хромакее вырезан чувак, который ведет. Слушать приятно. В общем, приятные, хорошие, толковые преподаватели. Когда-то, кстати, была возможность, нас очень звали туда с Димой. Да, нас приглашали еще до Лоу-Скула, по-моему. Да, когда только Лоу-Блог у нас был, нас приглашали. Как мы только запустили пару успешных курсов на Лоу-Блоге, нам сразу написали ребята из Тепика, пацаны, давайте пишите-ка у нас уроки. Но что-то мы так и не записали. В общем, смотрите, на Степике мы порекомендуем три курса. Это два курса по Пайтону. Вот, собственно, Коля показал уже один. Дальше еще один. Тоже, получается, основы, однако здесь просто более пухлый чувак ведет. И может быть, он вам больше понравится. Вот я посмотрел, прикольно, чувак из Итмо, у него кофта Итмо Университи, я тоже оканчивал Итмо. Ведет прикольно, у него специфический юмор, я ни разу не улыбнулся, наверное, как некоторые зрители и от моих шуток не улыбаются. Но реально кому-то зайдет, поэтому можно смотреть, рейтинг хороший. Знаешь, мемой надо делать новый графический дизайн кофт Итмо, чтобы была крыша нарисована, которая обваливается. Да, Итмо, конечно, на самом деле дико сейчас затронули по поводу того, что они кучу бабок тратят на маркетинг, а на ремонте они немножко экономят. Вот, это правда. Ну, в общем, вот тут, ребята, знаете, что самое интересное, что на степике, естественно, если вы неплохой парень, скажем так, и вы умеете писать курсы, вы уже можете туда выложиться. То есть не знаю, насколько у них сильный фильтр, вот это, возможно, нам предстоит еще узнать. Но просто к тому, что, поэтому мы предлагаем вам несколько курсов, чтобы вы смогли выбрать. Да, кстати, сейчас еще добавим немножко, прикольный здесь комментарий, какой добрый, улыбчивый парень. Короче, ну, реально прикольный чувак. Смотри, здесь еще есть такая тема на Курсере, я забыл про нее сказать, у них есть такая тема, как проверка домашних заданий. И ты реально можешь сдавать домашки, у них там есть телеграм-чат, я в него вступил, и в телеграм-чате тусят кураторы-наставники. То есть это прикольно, я еще до конца не прочувствовал, как вся эта система работает, будет интересно ее изучить, пощупать изнутри. Но да, там действительно куча, там больше тысячи человек, пайтонистов, которые, не знаю, проверят, не проверят твою домашку, но пообщаться, наверное, точно можно. Вот, и третий курс, который здесь представлен, это тренажер по Python. Просто целая куча задачек по отзывам, они в разной степени сложности, разной степени адекватности, но там куча комментариев, есть форум, можно смотреть, кто как решал. Это прикольно. Вот, я пока только открыл, посмотрел, пока что не дошел до того, чтобы прям погрузиться в эти задачи, но так, чтобы поломать голову, поковыряться, испытать, так сказать, себя, это точно годно. Вот, так что три курса добавляйте себе в закладочки. Ну, и последний на сегодня, это еще один YouTube-курс, тоже нон-стоповый, 6 часов 14 минут, то есть для начинающих по Python. И что здесь сразу радует, вот этот парень, уже на самом взрослый мужик, очень качественно делает видеопродакшен. Вот прям на него приятно смотреть, и как у него все снято, все выставлено, все гармонично, вот эти маленькие, ненавязчивые анимации. Ну, в общем, запарился. И видно, что это похоже какой-то его сольный проект, видимо, его муж зовут, не знаю, вот у него так и называется YouTube, программируйте сможем. Может быть, за ним стоит какая-то компания, но если он все это сам делает, то он просто красавчик. И вот меня больше всего здесь понравилось, насколько мощно он позаботился людей, или о людях с плохим зрением, и прям максимально, да, большой шанс. Слушай, значит, в чем огромный плюс такого подхода, потому что ты можешь не разворачивать видео на весь экран, как раз-таки, ты можешь там, грубо говоря, тут свернуть, у тебя будет видео, тут будет редактор кода. Если на большом экране или на двух экранах, вообще шикарно. Ну, короче, делать все не спеша, можно регулировать скорость, естественно, на YouTube. Ну, на самом деле, вот прям действительно смотришь и понимаешь, что курсы на YouTube солидные конкуренты курсов той же Pursera и Stepika. Ну, это вот как вариант, да, приема информации. Кому что заходит, да. Вот, поэтому, ребята, рекомендуем. Шесть часов, по-любому. Проходите с паузами, но в конце... Это, в принципе, можно оба ролика посмотреть за сутки. Ну, да, если... Короче, если задаться целью. Вот, это, ну, что еще, мне кажется, примечательно здесь, интересно, коль, брати внимание, что у чувака полторы тысячи лайков и семь дизлайков. Такое ощущение, что дизлайки ему поставили только, знаешь, какие-то... какой-то бывший там чувак, которого обижал в садике, другой чувак, который обижал в школе, потому что, ну, это очень крутой уровень признания проделанной работы. Курс тоже 2019 года, то есть это свежак. Вообще вышел он два дня назад, прям, даже, подождите, вчера он вышел, 18 февраля, мы снимаем сегодня 19, вы посмотрите позже, но, в общем, суть такая, что прям самый свежий курс и 12 тысяч просмотров прям за сутки. Это вообще шикарно. Огонь. Ребят, ну что ж, вот наша подборочка подошла к концу, большое спасибо вам за внимание. От себя хочу сказать следующее, какие-то подвести итоги. Первое, что мне запомнилось, это то, что вот есть два крутых действительно сервиса, Coursera, получается, зарубежный и наш степик, и мне показалось, что они вполне себе могут составить конкуренцию друг другу по качеству. Это, наверное, самое приятное, что я использовал как на мобильнике, так и на компьютере. Единственное, наши выигрывают тем, что не требуют тебя при регистрации банковской карты, это приятно. По поводу YouTube роликов я заметил следующее, что все, что есть на русском языке, это немножко уже устаревшая по Python, более-менее мне понравилось, там, у наших топ-5 ютуберов есть пару нормальных курсов, но в итоге они не вошли в обзор, потому что они значительно уступают по качеству подачи тому, что все-таки вошло в нашу подборку. Лично я вот там по роликам типа Гоши Дударя или хао-де-хо, хоть и респект им, но учиться точно не буду. Вот, поэтому в этом плане пока что самая годнота на YouTube именно у англоязычных блогеров. Вот, Коль, как у тебя впечатление от всего? Ну, мне все понравилось, ребята, понравилось. Единственное, что я добавлю, что действительно пока что, вот у нас же есть планы что-то круче сделать, но наш курс «Основ программирования», где мы используем Python, не уступает по качеству съемки и подаче, допустим, «Курсеровской», вот, который мы рассмотрели, мне так кажется. Вот, ну, там хромакрейт, там хромакрейт. Скромничать у нас круче гораздо. Один ролик со светофором, чего стоит. Ребят, кто не смотрел на наш курс с Колей по Python, который мы записали, наверное, пару лет назад, мы приложим ссылочку, можете заценить, по крайней мере, вступительный ролик, там огонь. Не говорите потом, что это была такая реклама нашего курса в конце, потому что реально мы просто вот добавим еще один курс. Мы даже его, видите, не обозрили здесь. А если захотите, посмотрите. А пока что, ребят, вот подборочка для вас, надеюсь, было полезно. Еще раз все ссылки внизу, поддержите нас лайком. Вообще, что вы думаете по поводу озвученного контента, что мы упустили, добавляйте ссылочки и соберемся вместе с вами такую крутую базу знаний по тому, как сейчас быстро в 2019 году изучить Python. Да. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok